Безоговорочная капитуляция Был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции 8 мая представители немецкого главнокомандования, присутствие представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Беллине окончательный акт капитуляции, В исполнении которого началось в 24 часа, 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, читающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра немецкие войска во исполнении акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии. День великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, бережитые нашим народом в ходе войны. Напряженный труд, делуя на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли дару и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народу и мира международом. Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил, что мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. Ход войны развеял их прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем предили Гитлеровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается и расчленять, и уничтожать Германию. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился, начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы. Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом. Слава нашему великому народу, народу-победителю. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь на свободу и счастье нашего народа. От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю От тем лет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий уядших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни с пути свернуть Субтитры подогнал «Симон»